Здравствуйте, с вами Владимир Захаров и в классике китайских военных стратегий у Суньцзы искусство войны сказано, что залогом успеха выигрыша в битве является познать себя и своего противника. Вы можете сказать, какое отношение к нам имеет битва, мы всемирные люди и так далее. То есть, если вдуматься, мы все участвуем в каких-то битвах или соревнованиях, если использовать спортивную терминологию. Это соревнования за успех, соревнования за место на новой ступеньке карьерной лестницы, за новые цифры в бизнесе, соревнования с конкурентами, соревнования с соперниками в каких-то отношениях и так далее. То есть, у нас постоянно происходят вот эти битвы или соревнования. И в этих состязаниях есть цель. В состязаниях есть очки и победа. То есть, нужно переиграть противника на его поле, чтобы у нас был там счет, не знаю, 3-1 или 5-0. Нужно достичь успеха, у которого есть критерии, они измеримы и имеют дедлайн, имеют ограничения во времени. И отсюда возникает некое целеполагание. То есть, есть точка C, с которой мы пришли, точка A, в которой мы находимся, и точка B, в которой мы хотим прийти. То есть, на практике рисуют один отрезок, на самом деле их два. И что возникает на отрезке из точки A в точку B? То есть, допустим, мы хотим выиграть это соревнование, мы хотим перейти из лиги, там, второй какой-нибудь в первую, или с первой в высшую. Здесь возникает следующий момент. Если мы смотрим только в будущее, у нас возникает то, что называется The Gap. То у нас возникает некий провал. У нас все время мы видим горизонт, который на расстоянии вытянутой руки от нас. И у нас фрустрация, стресс, мы никогда к нему не приближаемся. То есть, мы вроде куда-то движемся, ощущаем себя хомячком в каком-то колесе и так далее. Чтобы этого избежать и действовать из ресурсного состояния, из мира возможностей, из мира богатства, тогда мы разворачиваемся в прошлое, в точку C, смотрим тот путь, который мы прошли, какой-то отрезок, празднуем внутри себя, разворачиваемся обратно, проходим следующий отрезок точки B, к нашей цели разворачиваемся, празднуем, что мы прошли этот отрезок. Что мы очень многое на самом деле сделали и опять идем. Это первый момент. Второй момент на пути движения с точки A в точку B. Это белый шум или вот этот интерференс. Вот эти препятствия, которые возникают от внешнего мира, некие постоянные раздражители. Это могут быть неустойчивость внимания, когда появляется новая блестяшка и мы теряем фокус, мы забываем, куда пришли. Это может быть некое социальное сугестие, некоторое наше негативное метапрограммирование нас окружающими, то есть звучит голос нашей бабушки, которая говорит, что это неэтично, это неправильно, это не нужно. Здесь, наверное, 80% препятствий, почему мы не можем прийти в эту точку B, из этого белого шума, занимает так называемая этика. Вот этот дурацкий жест. То есть, некоторое долженствование, что правильно делать в этой ситуации, что неправильно делать, что корректно делать, что некорректно делать. Это мнение других людей, которые произошли из их уникального опыта, но не обязательно это наш опыт. И это мнение людей, которые не готовы заплатить цену, чтобы прийти из точки А в точку Б, но не обязательно мы не готовы заплатить эту цену. Отсюда возникает некоторое, опять же, возвращаясь к искусству войны, суньзы, позиция воина, который должен быть беспощадный, безжалостный к своим противникам и в том числе к саму себе. Что значит слово «беспощадно»? Это не значит, что мы там должны кого-то пытать или еще что-нибудь. Это значит, что мы не должны заниматься самоиндульгированием, как говорил Кастанеда. Мы не должны потакать себе своим слабостям. То есть, мы просто должны и делать. У нас нет сегодня вдохновения, мы делаем это механически. Мы не можем найти вдохновение писать этот текст, мы пишем, как-нибудь вдохновение придет по дороге. Мы не знаем тысячу шагов, видим только первый, делаем только первый шаг. Нам пытаются сказать, что ты туда не придешь, мы это не слушаем. Мы говорим, нет всем блестяшкам, всем раздражителям. Это подразумевается под беспощадностью. И из точки А в точку Б можно ли прийти без всякой метафизики, без всех инструментов, которые мы владеем? Фэншуй, Банзи, Мистические врата, Выбордат. Можно, но вопрос в том, насколько быстро. И если у нас есть понимание рамки, в которой мы работаем, что есть точка С, с которой мы пришли, точка Б, где мы сейчас. И мы празднуем тот успех, тот путь, который мы уже прошли. На самом деле, и есть точка Б, куда мы хотим прийти. Есть белый шум. Мы осознаем, что нам нужно его игнорировать. И нам нужно стоять по компасу. И течет как наши цели, не отвлекаясь на вот эти все раздражители. И на внутренний вот этот bullshit, во внутреннем диалоге, где наши там друзья, родители, учителя из нашего прошлого говорят, говорят, ты не сможешь, ты там такой, ты всякой, ты эгоистичный, ты там думаешь только о себе, еще что-то такое. Весь этот нонсенс мы убираем. И если мы докручиваем это при помощи китайской метафизики, мы движемся в разы быстрее. То есть мы поднимаем парус, он наполняется попутным ветром. И мы придем к этой финальной точке, к нашей цели, станем победителями в битве жизни, станем победителями в игре или состязаниях жизни. Гораздо чаще, гораздо с большим перевесом по отношению к нашим оппонентам. И не забывайте, что основной оппонент это мы сами. Прежде всего это битва с самим собой. Это сражение с самим собой. Ты каждый день сражаешься за то, чтобы быть лучшей версией себя. То есть окружающие это вторично. Прежде всего это битва со своими эмоциями, со своими ограничивающими убеждениями, со своими какими-то странными концепциями, которые пришли из того мира, в котором ты больше не живешь. И если вам близко то, о чем я говорю в этом видео, приглашаю вас на свой ближайший воркшоп, как выиграть битву жизни, три секрета достижения богатства и процветания с помощью древних китайских стратегий. И у нас на этот воркшоп специальная цена, чтобы как можно больше людей смогли принять участие, и стоимость не была каким-то ограничивающим фактором. И также действуют гарантии, если вам вдруг не понравится, не близко, то о чем мы будем говорить на протяжении одного вечера. А речь пойдет о том, как поставить турбину на наш автомобиль, как ускориться, поднять парус и прийти к своей цели в 10 раз быстрее, несмотря на то, что присутствуют вот эти внешние раздражители. Если мы двигаемся достаточно быстро, тогда они становятся на самом деле незначительны, нерелевантны. Так вот, если вам, тем не менее, не будет близко то, о чем мы будем говорить на протяжении одного вечера, вы можете подойти к моим организаторам, и действует гарантия возврата регистрационного взноса участия за этот тренинг. Будет очень интересно, полезно и понятно, даже если у вас ноль понимания, что такое фэншуй, бадзи, циминдунзя, этот метод магических дверей. То есть я дам простые техники, максимально понятные в использовании, но тем не менее глубокие и эффективные. То есть это не профанация, это не поп-фэншуй, это не жабки, не оспаривающиеся бегемотики, не музыка ветра, не декорирование помещения. Ничего не нужно будет развешивать, переставлять и так далее. Это о стратегиях, это о том, как измениться самому себе в нужное время, в нужном формате, для того, чтобы достижение вашей цели стало неизбежным. То есть не так достигну или не достигну, просто ее достижение станет неминуемым. Это, знаете, как если ты садишься в самолет, и он взлетел с 99,9999 вероятностью, ты прибудешь в конечный пункт. Итак, до скорой встречи на наших воршопах. Побед вам в сражениях жизни, в том числе во внутреннем сражении со своими слабостями и со своими ограничивающими убеждениями.